Бывают такие дни, когда нормальные тренировки на бицепсе или на предплечье, на кисть сделать невозможно. Почему? Потому что в зависимости от возраста, мне уже все-таки более чем 40 лет, у меня не получается полноценно тренироваться 3 раза в неделю. Поэтому, как бы, стремлюсь это делать, но тем не менее, как раз сегодня понедельник, надо, в общем-то, было выполнить упражнение на бицепс, не могу этого сделать, тем не менее. Пришел на тренировку, и что можно делать в такие дни, когда человек, скажем, имеет невосстановленные связки и болят там руки, бицепс, предплечье и тому подобное. Я, естественно, нахожу занятия. Одним из таких упражнений, достаточно важным для арбрестлинга, является трицепс. Тренировка трицепса в арбрестлинге не занимает большого количества времени, как бы, тем не менее, сегодня я на тренировку трицепса посвящаю 3 упражнения. Первое упражнение – это жим лёжа узким фатом. Вот как раз на машине Шмидта я выполнял обыкновенные упражнения. Вот такое. С таким отягощением, чтобы приблизительно 8-10-12 повторений, ну и, естественно, небольшим весом, весом таким, чтобы выполнять это очень чётко. Второе упражнение – я выполняю упражнение с гантами. Покажу именно как. Это изолированное упражнение на трицепс. Оно в большую роль в арбрестлинге не играет, но, тем не менее, оно мне помогает для того, чтобы наполнить трехглавую мысль нашей руки кровью. Перед самым важным упражнением, которое покажу в этом моменте. Итак, выполняю трицепс. В данный момент гантами 17 кг. Перед этим я делал 14-15 кг. Последнее повторение на 17 кг. И обратите внимание, что моя рука будет выполнять это упражнение несколько по-другому. А именно вот так. То есть, ладонь обращаю к себе. При этом контролирую, чтобы с пальцем не выстегнулась гантами и не упала мне на голову. Фиксирую это все внизу. Отчегощение мне позволяет это делать, потому что на большом месте, естественно, бы этого не можно было выполнить. И выполняю около 8 повторений последней серии. То же самое на левую руку. Честно говоря, левая я чуть-чуть посильнее, поэтому в трицепсе. Поэтому могу себе позволить даже сделать и 10 повторений. Ну, с этим упражнением как бы рассчитались. Теперь покажу вам специализированное упражнение на трицепс. На этом вот с виду нехитром станке, но тем не менее, что можно выполнить на этом тренажере? Прежде всего, упражнение на бицепс. Это даже видно голым оком. Можно делать подхватом. Можно делать одной рукой молотковым захватом. Даже некоторые упражнения с ремнем от дзюдо. Вот поясом с дзюдо. Но! Я сегодня буду выполнять трицепс. Как нужно сделать на этом станке упражнение на трицепс? Для этого нужно переставить нам рычаг в среднее положение. Даже, можно сказать, вот такое упражнение. И отягощение наше будет идти не вперед, а, естественно, назад. Я устанавливаюсь, как в борьбе руками. Вот такую стойку. И выполняю последнюю фазу нажатия трицепсом руки соперника. То есть делаю своеобразное такое дожатие. Рука, естественно, близко возле грудной клетки. То же самое выполняю на левую руку. Левая нога несколько вперед, так само, как возле стола. И то же самое выполняю левой рукой. Это прототип машины, которая в будущем будет несколько, чуть-чуть, видоизменена. Какие видоизменения, я вам сейчас не скажу, потому что это моя тайна. Но, тем не менее, здесь достаточно мало отягощения для того, чтобы не в полной мере выполнить трицепс. Поэтому, я думаю, что еще 10 килограмм, как минимум, мне не помешает. Что это упражнение дает? Это последняя фиксирующая часть борьбы за столом, как крюковиков, так и спортсменов, которые борются в трицепс. То есть, мы не работаем вот так, трицепсом. Мы работаем только, буквально, 3-5% прижима. При этом, в статистике напряжения держим свой трицепс, а не работаем в динамику. Перед тем, чтобы сделать такую статику, я делаю упражнение с гантелью. Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы, во-первых, хорошо разомнуться. Второе, чтобы как можно больше нагнать себе крови в трехголовую мысль. Ну и, естественно, приготовиться до специализированного упражнения, которым является вот эта хитрая машина на бицепс, а одновременно на трицепс. Ну и конструировано буквально год тому назад. Теперь уже подходим к тому весу, которому я могу выполнять практически на 75-80%. Здесь достаточно жестко вставлены специально тефлоновые вставки, чтобы ручка просто вот так не болталась. Она все-таки нам нужна жестко. Заметили, мой локоть несколько отрывается от подушки. Это зависит от того, что рычаг вот здесь, вот этот рычаг, он несколько высок. Все-таки вот эту конструкцию хвата нужно несколько переместить ниже, где-то на 5-7 сантиметров. Это я сделаю в ближайшее будущее. Поверьте мне.